Добрый вечер! Эфир Первого областного продолжает новости в студии Евгений Макитрюк и в начале коротко наиболее заметных темах. Даешь стране угля. Добычу черного золота в Преамуре планируют увеличить в три раза. Горящий сезон. Начало пожароопасного периода в Преамуре ожидается с 10 апреля. 350 лет на Амурской земле. В областной библиотеке презентовали книгу, посвященную юбилею албазинской иконы Божьей Матери. В гостях у сказки. Сегодня во всем мире отмечается Международный день кукольника. Состязание железных. В Благовещенске прошел 12-й по счету турнир по зимнему двоеборью. Об этих и других темах более подробно смотрите далее. 19 марта около 8 часов вечера на севере Амурской области было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой в 4,7 балла. Жертв и разрушений нет. Эпицентр землетрясения находился ориентировочно в 86 километрах северо-западнее города Зее. Три сильных толчка ощутили жители Зейского, Тындинского, Сковородинского, Шимановского и Магдагачинского районов. После землетрясения энергетики осмотрели подстанции. Оборудование оказалось в норме. Об этом сообщает пресс-служба Амурских электрических сетей филиала ДРСК. В минувшую субботу утром в Сковородинском районе с рельс сошли 19 вагонов, груженных углем. В результате аварии оказались повреждены контактные опоры и около 300 метров железнодорожного полотна. Погибших и пострадавших нет. Происшествие вызвало только задержку пассажирских поездов. Ситуацию на контроль взял губернатор области. Движение на участке по нечетному пути удалось восстановить к 8 часам вечера этого же дня. Полностью движение было открыто только к полуночи. В задержанном поезде номер 326 направлением Нерюнгрих-Хабаровск находилось 135 пассажиров. Тех, кто должен был выйти в Тынди и Магдагачи, пересадили на автобусы и доставили до места назначения. Для остальных подготовили сухие пайки. Также был проработан запасной вариант действий на случай, если задержка поезда будет значительно дольше. Начальник МЧС России по Амурской области Матвей Гебадуллин рассказал, тогда бы пассажиров из остановившихся поездов перевезли на автобусах во встречном направлении. То есть они пересели бы в поезда, остановившиеся до места аварии. После катастрофы, случившейся в Ростове-на-Дону, авиаспециалисты составили рейтинг самых сложных аэропортов России. Благовещенск в тройку топа не вошел, однако и он доставляет хлопоты пилотам. На первом месте аэропорт Адлера. Его особенность в том, что заход на посадку возможен только со стороны моря. На втором месте в рейтинге аэродром Иркутска. Он расположен в гористой местности на высоте 600 метров над уровнем моря. А глиссада, то есть траектория полета самолета, по которой он снижается непосредственно перед посадкой, бывает настолько крутой, что самолет практически падает на полосу. К тому же низкое давление горной местности сказывается на работе двигателей. Тройку замыкает Петропавловск-Камчатский. По погодным условиям он очень похож на Иркутский аэропорт. К зоне низкого давления и большому количеству вулканов и сопок добавляются еще и нестабильные сильные воздушные потоки. Аэропорт Благовещенской пилоты сравнивают с донышком рюмки, а вот самыми безопасными называют Московское Шереметьево, Домодедово и Санкт-Петербургский аэропорт Пулково. Начало пожароопасного сезона в Преамуре ожидается с 10 апреля. Эту дату озвучили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Здесь подвели итоги, насколько область готова ко встрече со стихией. Тут же обсудили еще один немаловажный момент. В этом году мониторить леса будут не только спасатели, но и охотники. Начало весеннего пожароопасного сезона в этом году затягивается, но уже с десятых чисел специалисты всех ведомств готовятся встречать возможные палы. Сейчас в лесхозах области завершают ремонт противопожарной техники, а также укомплектовывают личный состав групп пожаротушения. К сезону подготовлены два самолета ТВС-2МС, три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8. Кроме того, на тушение пожаров будут привлечены 100 парашютистов-десантников, базирующихся в Свободном. Также будет создано 558 подразделений добровольной пожарной охраны. Кстати, удостоверение добровольных пожарных дружинников уже получили более 200 членов организации охотников и рыболовов. Они прошли обучение и будут дежурить на вышках, постах и патрулировать территорию. Стоит отметить, что главам муниципалитетов в преддверии пожароопасного сезона необходимо обратить особое внимание на склады древесины или отходов, которые могут легко воспламеняться. В прошлом году был подобный печальный случай. Село Кундур Архаринского района едва не сгорело из-за пожара на складе отходов лесопереработки. Космодром «Восточный» снова посетит вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Прошлый визит чиновника, который курирует космическую отрасль, состоялся меньше месяца назад, 29 февраля. Дмитрий Рогозин прилетит на космодром «Восточный», чтобы заслушать доклады о ходе комплексных испытаний всех систем перед первым пуском ракеты «Союз-2.1а», которая, как сообщалось ранее, может состояться уже в конце апреля. Точную дату запуска, возможно, огласят после визита вице-премьера. Кстати, это будет уже 49-я поездка Дмитрия Рогозина на космодром «Восточный». Отопительный сезон в Преамуре проходит без сбоев. Топлива до его завершения хватит. В прошлом году было запасено 1 миллион 200 тонн угля. Должно хватить угля и на предстоящую зиму. Эту тему обсудили на совещании в Райчихинске. Губернатор области Александр Козлов с членами правительства, главами муниципалитетов и руководством двух угледобывающих предприятий – «Русский» и «Амурский уголь». Подробности у Вероники Федореевой. Совещание в целом было посвящено состоянию дел в угольной отрасли Преамурья и обеспечению твердым топливом региона. На сегодняшний день из трех главных местных месторождений – Агаджинского, Райчихинского и Ирковецкого – ставку делают именно на последний. По предварительным данным, запасы угля на Ирковецком – больше 2 миллиардов тонн черного. В этом году добыть планируют 3 миллиона 200 тысяч тонн. Мы ждем ввода в эксплуатацию, в вторую очередь, Благовещенская ТЭЦ, что должно увеличить нашу добычу тоже на определенный уровень, насколько я помню, 200 тысяч тонн. Но это не сразу будет вводиться, это будет вводиться постепенно. После Благовещенской ТЭЦ на втором месте по потреблению топлива стоят Райчихинская ГРС и предприятия ЖКХ области. На жилищно-коммунальные объекты приходится до 300 тысяч тонн угля в год. Но кроме твердого топлива, на предприятиях области используют мазут и даже дрова. С июня 2015 по февраль 2016 года поставщиками топлива было поставлено 1 миллион 233 тысяч тонн угля, 44 тысячи тонн мазута, 7 тысяч тонн дров. На общую сумму 2 миллиарда 698 миллионов рублей. Основную часть денег за топливо внес областной бюджет – почти 70%. Остальные должны были оплатить районы из собственного кошелька. Однако не все выполнили свои обязательства. Полностью рассчитались с поставщиками Ивановский, Сковородинский районы и Тында. Среди должников оказались Архаринский, Свободинский, Мазановский, а также Зея, Белогорский и другие муниципалитеты области. Общий долг коммунальных компаний перед поставщиками сегодня составляет более миллиарда рублей. Постепенно они будут рассчитываться. Сложнее сейчас обстоят дела с предприятием коммунальной системы БАМа. Из-за огромных долгов по пенсионным начислениям, которые копились в течение пяти лет, организация оказалась под угрозой закрытия. Мы рассмотрели вопросы КСБ БАМа, это ветка БАМа, северная территория. И буквально на этой мартовской сессии мы окажем поддержку предприятия. 100% принадлежит государство в лице Амурской области по решению вопросов с пенсионным фондом. И это самое главное говорит о том, что это предприятие не будет обанкрочено. То есть мы понимаем ответственность по северным территориям. И предприятие КСБ БАМа с большой историей будет жить и доработать дальше на территории Амурской области. Рассчитаться с поставщиками за топливо жилищно-коммунальные предприятия должны до начала мая, чтобы к началу лета угольные компании смогли приступить к заготовке и поставке топлива уже для будущего отопительного сезона. Подробные планы по предстоящей зиме обсудят в Райчихинске в конце лета, перед Днем Шахтюра. Праздник в городе угольщиков отметят 22 августа. Вероника Федореева, Игорь Карпов, Первый областной. Еще четверо амурчан официально подтвердили свое желание участвовать в выборах в Государственную Думу 7-го созыва от партии «Единая Россия». Региональный оргкомитет накануне зарегистрировал новых участников предварительного голосования, которое пройдет в мае. Документы на участие в праймерис подали генеральный директор ЗАО «Амурстрой» Александр Синьков, глава Мазановского района Михаил Пивень, генеральный директор Амурской региональной корпорации «Кюшун-Кайкан» Анатолий Фисенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана Степанова. Стоит напомнить, ранее документы подали еще двое претендентов, это Ольга Лысенко и Геннадий Мельников. С этого момента участники предварительного голосования могут приступить к агитации среди избирателей. Кроме того, Оркомитет партии зарегистрировал еще 20 новых участников предварительного голосования на выборах в законодательное собрание. Среди претендентов 4 директора благовещенских школ, несколько предпринимателей и один пенсионер. Итого уже претендентов в ЗАГС собрания более 50 человек. Преамурье вошло в тройку лучших регионов России по работе с призывниками. Сейчас в области работает специальная конкурсная комиссия. Уже в апреле экспертензавод – лучший субъект в плане организации и проведения призывных мероприятий. Чтобы победить Амурской области, необходимо обойти Ставропольский край и Липецкую область. В состав комиссии входит 10 человек, трое из них – военные. Остальные – представители Министерств образования, здравоохранения, спорта, Совета ДСА. В течение недели эксперты встретятся с ветеранами, сотрудниками министерств, управлений, отделов, побывают на спортивных мероприятиях. В первую очередь члены комиссии оценивают порядок призыва, патриотическое воспитание и здоровье будущих защитников Отечества. На сегодняшний день Амурскую область признали лучшей на территории Восточного военного округа. Так реально, сколько людей уже поставили на логическую счету от плановых показателей? Более 4 тысяч. А сколько это? Сколько должно быть и сколько поставили? Это порядка 98% можно поставить. Ну, когда же. Сегодня представители Центральной комиссии провели рабочее совещание с амурскими властями, оценили работу сборного призывного пункта Преамурья. По мнению председателя комиссии, в некоторых медицинских кабинетах не хватает информационных стендов. Музей военной техники, организованный на территории сборного пункта, необходимо перенести в более удобное место, чтобы любой пришедший имел к нему прямой доступ. К 1 апреля комиссия составит экспертное мнение. В случае победы регион получит благодарность от председателя правительства России. Учителей, директоров, работников военкоматов, администрации ждут денежные премии. Кроме того, в победивший регион отправится переходящий победный вымпел от Министерства обороны России. Лет 5-6 назад мне приходилось тоже бывать, не в рамках проведения конкурса, а в рамках обычной плановой работы. Когда сборный пункт области находился еще в Белогорске, состояние сборного пункта того и этого, конечно, это же небо и земля. Сделано очень многое. Сделано очень качественно, хорошо, красиво. Конкурс проводится в 15-й раз. 6 раз победителем становилась Республика Татарстан. Трижды лучшей становились Ставропольский край и Республика Башкортостан. В прошлом году лучшим регионом была признана Тульская область. Православные амурчане начали праздновать день рождения Албазинской иконы Божьей Матери. В воскресенье в УКЦ состоялся праздничный концерт, посвященный этому событию. А днем ранее в областной библиотеке презентовали книгу «Амурская похвала и мирозаступница», посвященную иконе. Ее издала Благовещенская епархия. Для нас, как для библиотеки, рождение краеведческой книги – это особый праздник. Краеведческая книга – это дополнительная опора, основа нашей культуры, нашей памяти, нашей истории. Примечательно, что в книге нет тяжелой для понимания богословской и научной терминологии. Она написана очень доступным языком. Восемь человек трудились над ее созданием несколько лет. Использовали труды церковных историков и исследователи, многочисленные источники и документы из разных архивов страны. Авторская группа собирала факты об образе иконе и чудесах исцеления. Получилась не просто брошюра, а настоящее издание в 80 страниц. Только на подготовку к печати ушло полгода. Книга вышла ограниченным тиражом, всего в тысячу экземпляров. Приобрести ее можно во всех церковных приходах Преамурья. Несколько экземпляров уедут в Санкт-Петербург в память людям, которые работали над тем, чтобы книга вышла в печать. В Амурской области повезло. Мы храним святыни, святыни российские. И поэтому чем больше будет таких сегодня знаковых явлений нашей родной области, как и здание книг, написание новых картин, тем сильнее, краше и лучше и добрее будет наше общество. Уже завтра, 22 марта, в половине первого от Кафедрального собора начнется крестный ход. В праздник Албазинской иконы Божьей Матери слово «плоть бысть». Священнослужители и православные верующие на руках перенесут Албазинскую икону на Площадь Победы, где у Триумфальной арки состоится благодарственный молебен. Ну и к другим темам. 21 марта начался досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ раньше всех пишут те, кто по уважительной причине не может сделать это вместе со всеми. То есть дети, находящиеся на лечении, участники всероссийских и международных соревнований, а также взрослые, которые ЕГЭ не сдали, но хотят поступить в ВУЗ. Досрочная сдача ЕГЭ ничем не отличается от основной, только количеством человек, пришедших на экзамены. В этом году во всей Амурской области их 29. Экзамены, как и в основной период сдачи, проводятся по 11 предметам. Первый – базовая математика. Ее в регионе сдают всего два человека. Пишут, как всегда, под наблюдением множества специалистов и видеокамер наедине с заданием и парой предметов, которые можно взять с собой. Из разрешенных материалов только линейку. В любом случае на каждый экзамен ребенок берет с собой паспорт, черную гелевую ручку и при необходимости лекарства и питания, если это нужно по показаниям доктора. Результат этого экзамена будет известен 4 апреля, а 22 числа досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится. Основной же начнется 30 мая. В этот день школьники будут сдавать русский язык. 21 марта во всем мире отмечается Международный день кукольника. Даже в свой профессиональный праздник актеры Амурского театра кукол не сидят без дела, продолжают репетировать спектакль «Поросенок чок», премьера которого с аншлагом прошла неделю назад. Ну и уже готовятся к новой постановке про Василису Премудрую. Кстати, во время этого спектакля на сцене будет задействовано больше 30 кукол. Всех их сейчас мастерят театральные бутафоры, а швеи корпят над их нарядами. Накануне праздника наш корреспондент Яна Лисовая побывала в гостях у сказки и исполнила мечту детства. Отправилась за кулисьей и узнала, как создаются куклы. Жизнь куклы начинается задолго до выхода на большую сцену. Прежде чем стать петрушкой или веселым поросенком, эти самые куклы проходят несколько стадий. Сначала художники рисуют эскизы, а конструкторы своими руками мастерят модели. Это кабинет наших конструкторов, художников-конструкторов, где создаются реквизит, где создаются куклы, основа куклы и декорация. Дальше будущая кукла отправляется в так называемый бутафорский цех. Я дальше делаю туловище, фактуриваю голову трикотажем, оформляю волосы, ну там если нужно кокошники, головные уборы, обувь я делаю, ну руки тоже бывают вытачиваю. Марина Давыдова в «Сказке» работает уже 31 год. Говорит, ее подопечные уже что-то большее, чем просто куклы. Кстати, сейчас она своими руками создает будущую главную героиню новой постановки. Совсем скоро в кукольном театре покажет новый спектакль «Василиса Премудрая». Здесь уже готовят декорации самих главных персонажей. Интересный факт, у каждой куклы есть несколько дублеров. Если, к примеру, в спектакле «Василиса» несколько раз предстает перед зрителями в разных нарядах, никто ее не переодевает, это просто несколько кукол. Кстати, в этом отделе ей только придают очертания, а вот само лицо будут рисовать художники. Опять же, все строго по эскизу. Также шьют и наряды. Персонаж «Василиса», она у нас в трех платьях, три куклы. И вот мы сшили ей вот такое платье будет, как бы считается повседневное. Еще будет платье на пирк царю и для особых торжеств. Все со стразами и камнями. А у Ивана Царевича, кстати, шапка с настоящим мехом норки. Ткани мы покупаем по эскизам. Ну вот норочку нам принесли люди. Ну просто вот у кого-то оставался лишний, видимо, этот какой-то, не знаю, хвостик, шарфик принесли вот это нам. Пока новые куклы только готовятся к выходу на сцену, другие репетируют спектакль. Слово мы его покажем, больше нас не в нем. И ежик слева, зайка справа, поработаем на славу. Актеры кукольного театра, несмотря на возраст, умеют говорить детскими голосами и помещаться в пятером даже в самом ограниченном пространстве. Говорят, это уже наработанный навык около часа, который длится спектакль держать поднятую руку под углом 90 градусов. Это только опыт. Если ты будешь вот так держать куклу, под другим углом, рука устает и кукла опускается. На уровне плеча, на уровне уха кукла должна вот так работать. Если надо выше, выше, ниже, ниже. Актеры делятся. После отпуска, например, куклу держать сложнее. Руки отвыкают. Признаются, профессиональная болезнь – это не только любовь к театру, но и остеохондроз. Каждый справляется по-своему. Кто-то занимается гимнастикой, кто-то ходит, делает уколы, кто-то ложится в больницу, кто-то делает капельницы. Но вы знаете, у нас настолько потрясающая работа, настолько она радостная, счастливая, добрая, что я не знаю, как на других, в других организациях, на нашей работе мы с твой остеохондроз практически не замечаем. Яна Лисовая, Игорь Карпов, Первый областной. Железные люди снова покорили Зею. В Благовещенске прошел 12-й по счету турнир по зимнему двоеборью. В нем приняли участие спортсмены из России и Китая. О необычном состязании, которое с каждым годом становится все популярнее, наш следующий сюжет. Около нуля в воде, температура воздуха плюс 3 и почти полный штиль на реке. Погода действительно удивила. Циклон, пришедший в город за день до соревнований, не оставлял даже надежды на теплую встречу. Но она все-таки состоялась. Итак, смотрите, как уверенно. Китайская спортсменка преодолевает удержь 12 километров. И сейчас будет разворот. А, скажи, скажи. Они и коней остановят и в огонь, и в ледяную воду нырнут. Везде первыми будут. Вот и международный заплыв начался с женских команд. Железная леди Татьяна Серба ради участия в зимней эстафете приехала из Талакана. Рассказывает, самый близкий и главный болельщик, ее дочь, прибыла вместе с ней. Приехала первый раз на соревнования. Предложили на Борисской миле, когда участвовала, предложили. Говорит, приезжайте, попробуйте. Приехала, попробовала, понравилось. В гостях на Амурской земле и команда из Поднебесной. Шесть болельщиков и столько же участников. Среди них и Судзянмэй. Она частый гость на подобных соревнованиях. В Благовещенск приехала из Хэйхэ. Женщина признается, заплывы с амурчанами настолько эмоциональны и неповторимы, что ее совершенно не смущает незнание русского языка. Русские люди очень любят азартные соревнования. И с ними всегда интересно. На самом деле сегодня не холодно, бывает и холоднее. Мы каждый день купаемся, даже зимой. И мне это очень нравится. Я смотрю на свое здоровье и убеждаюсь, что плавание, особенно в холодной воде, благотворно сказывается на всем организме. Я не болею. После заплыва в ледяной воде всем предстояло еще пробежать 100 метровку на скорость. Основное условие забега – участник обязательно надевал обувь, варежки и шапку. Одеваются рукавички на ноги и шапку. То есть, чтобы не было отморожений и конечностей после ледяной воды, это же обдувание ветром холодным. Соответственно, чем быстрее человек одевается, тем лучше результат. Если человек не одевается, его просто дисквалифицируют, не пускают на забег. Это условия безопасности. Победители каждого из этапов наградили кубками. Кроме того, организаторы приготовили для спортсменов и необычные подарки. 87 деревянных медалей ручной работы за личные успехи и как памятные знаки. Между тем, ставшая за 12 лет традиционным зимний двоеборье «Железный человек» на самом деле является уникальным видом спорта. Подобного в России нет. Федерация «Аквайспорт» придумала его сама, побывав на подобных соревнованиях в Поднебесной. Ирина Кобзарь, Иван Сюмак, Первый областной. На этом выпуск завершен. Напомню, пересмотреть сюжеты можно в социальных сетях, на страничке Первого областного канала в Фейсбуке либо Одноклассниках, ну или на сайте amurobl.tv и portamur.ru в разделе ТВ-проекты. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова